Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня вы увидите тренировку, которую я уже давно снял, давно обещаю вам показать, с Акселем IFBB PRO, который готовится к своим соревнованиям в Лос-Анджелесе в новой для него категории Men's Physique Classic. Вроде бы так она называется. На данный момент они уже завершились, он занял четвертое место, парень из нашего зала занял второе место, как-нибудь сделаю тоже с ним видео. Хотя, скажу честно, Аксель на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, в более лучшей форме. Мы разогрелись, как всегда, на кардиотренажерах, сделали потом экстензии для спины и будем делать становую тягу. К сожалению, как и говорил мой друг, ныне покойный Юрий Вартабедьян, американцы, особенно билдеры, редко умеют делать тягу. И сейчас вы видите кучу ошибок, как Аксель выполняет тягу. Во-первых, это не становая, а больше румынская тяга. Вы видите, ноги практически не сгибаются, не разгибаются, что очень опасно при становой тяге для поясничного отдела позвоночника. И нам с вами, не пауэрлифтером, не стронгменом, не нужно подниматься до полного выпрямления, когда ноги и тело в одной линии, и тем более отклоняться назад. Тем самым мы снимаем нагрузку с позвоночника и, вернее, переносим нагрузку на позвоночник, снимая ее с мышц спины. Нам нужно делать примерно так, останавливаясь в легком наклоне вперед. Тогда нагрузка не уходит в позвоночник и остается в работающих мышцах. Чем больше вы подседаете, выполняя тягу, тем лучше и безопаснее для вашей спины. Помните об этом всегда и особенно, когда только отрываете штангу от пола. Чем ниже вам удастся опустить таз и держать спину ровной, тем лучше и безопаснее будет. Смотрите, у меня есть огромное количество видеороликов о становой тяге, о становых тягах вообще. И, естественно, есть большое видео вообще о тягах, где вы сможете понять, что такое тяга сумо, тяга классика и различные другие тяги. Румынская. Потому что большинство, как я вижу, недопонимает вообще, в чем разница между различными тягами. Да, американцы не так уважительно, как наши атлеты, относятся к штанге. Они позволяют себе перешагивать через нее, более проще смотрят на жизнь. Еще вы можете увидеть, что многие делают разнохватом. Я этого не советую, категорически не разрешаю делать своим ученикам и сам никогда не делаю. Разнохват это всегда скручивание позвоночника в ту или иную сторону. Если хотите, чтобы ваш позвоночник был здоровым и сильным, никогда не делайте разнохватом. Лучше применяйте лямки. Я одеваю лямки, когда уже не могу работать с серьезным весом, когда он вырывается из рук. До этого я лямки не использую, тренирую силу хвата. Без лямок не получится выполнить тренировку на спину. Особенно если вы тренируетесь в силовом режиме на 6-8 повторений. Пальцы, предплечья, кисти устанут гораздо сильнее и быстрее, чем мощные крупные мышцы спины. Поэтому одевайте лямки, используйте лямки и работайте на полную катушку. Естественно, при соблюдении идеальной техники. Если вы чувствуете, что следующее повторение будет технически не идеальным, бросайте штангу. Не пытайтесь его выполнить. Лучше сделайте лишний подход, отдохнув и подойдя по новой к штанге. Помните всегда, ребята, здоровье это залог продолжительности наших тренировок и вообще успешности тренинга. Тяга отличнейшее упражнение. Оно нужно не только натуралам, но и химикам. Многие, к сожалению, его не делают. А для натуралов тяга и присед это две базы, на котором будет строиться ваша мышечная масса. Не забывайте об этом. Вторые два упражнения это подтягивания и отжимания от брусьев. Пятым только будет идти жим лежа. Хотя большинство делает жим лежа. При этом не могут выполнить отжимания на брусьях в заданном количестве повторений. Лично я вообще не рекомендую переходить к выполнению упражнения жим штанги лежа, пока вы не освоите 5 подходов по 15 повторений в отжиманиях на брусьях. Брусья это лучший вариант для развития трицепсов, передних дельт и грудных мышц. Не верите мне? Посмотрите на гимнастов. Насколько эти ребята развиты и они вообще не знают, что такое жим лежа. Но ихним грудным и трицепсом мы, билдеры, можем только завидовать. Помните всегда о базе. И, естественно, те тренера, те инструктора, которые загоняют вас в тренажеры, они не просто тупые и глупые, они не понимают на самом деле сути тренировочного процесса. Тренажер никогда не даст вам той отдачи, которую вы можете получить от штанги. Почему они загоняют вас на тренажеры? Да потому что проще и легче. Сели вы в тренажер, не нужно вам объяснять технику, не нужно за вами следить. В тренажере очень сложно сделать что-либо неправильно. Хотя находятся и такие умники. Так что, ребята, становую тягу делают все мощные спортсмены. Все, кто хочет иметь серьезную солидную массу не только спины, но и всего тела. У меня и грыжи, и протрузии, я тем не менее все равно работаю в становой тяге и в приседах. К сожалению, я тоже раньше этого не знал, хотя становую тягу я начал делать прям с первых шагов, а вот приседания я не любил. И серьезно начал относиться к приседаниям только после 4 или 5 лет тренинга, а может быть и позже. Поэтому не повторяйте моих ошибок, учитесь на чужих ошибках, и будет вам сила и масса. За силой обязательно придет масса. Естественно, если вы правильно соблюдаете режим питания. О том, как жечь жир и наращивать мышцы, читайте в моей недавней статье об инсулине и инсулиновом индексе. Потому что большинство о нем даже не слышали. Многие слышали о гликемическом индексе, тоже не до конца понимают, что это такое. А о инсулиновом индексе, что более важно, многие даже не догадываются о его существовании. Настоятельно рекомендую зайти на мой сайт HMGYM и ознакомиться там с этой статьей. Кстати, там практически все статьи есть, на которые были сделаны мной видеоролики. Как вы видите, я вас не обманываю, мы всегда работаем в базовых упражнениях. Становая тяга и подтягивания. Это те два упражнения, на которых в принципе может построить серьезную мышечную массу, серьезную силовую базу любой натурально тренирующийся атлет. По мере роста тренированности, стажа тренировок, нужно добавлять еще и тягу горизонтального блока. Именно третьим упражнением, именно в такой последовательности. Почему тяга? В ней потому, что вы сможете конкретно прочувствовать широчайшие мышцы спины, отключив уже другие мышечные группы, но при этом качественно будете продолжать тренировать широчайшие мышцы. Если вам кто-то говорит, что можно как-то прокачать верх широчайших, низ широчайших, середину широчайших, то этот человек просто не понимает, о чем говорит, не знает анатомии. Широчайшая мышца это одна большая мышца. И невозможно как-либо, какими-либо ухищрениями воздействовать на тот или иной ее участок. Это просто нелогично. Я очень люблю подтягивания. Я всегда любил подтягивания. И те, кто подтягивается, всегда имеют серьезные руки. Да, самые большие руки, которые я видел, были у парня, который накачал их практически подтягиваниями. Я знал его давно, смысла обманывать ему нет. И я видел иногда, как он тренируется. Он выполняет подтягивания. Подтягивания и еще раз подтягивания. Причем всеми возможными хватами. А сейчас в Америке пошла такая тенденция среди профессионалов, что они после разминки практически каждую тренировку начинают с подтягиваний. Действительно, в какой бы вы зал ни зашли, так и происходит. Если не верите мне, попытайтесь подсмотреть за ними как-то самостоятельно. Если у вас есть такая возможность. Если нет, просите друзей или знакомых, которые так же, как я, живут и тренируются в Америке. И они вам подскажут, не дадут мне соврать. Как вы видите, мы подтягиваемся тоже различными хватами. Лично я вот не могу подтягиваться подобным хватом из-за травмы плеча. И мой плечевой сустав не дает мне без боли выполнять данное упражнение. Честно говоря, я и подтягиваюсь слегка через боль. На самом деле, я этого никому не советую. Лучше всего избегать упражнений, которые вызывают боль. Но я нахожу то положение кистей, при котором мне легче подтягиваться. В плане легче именно того, что я не испытываю боли в суставе. Но именно вот такое положение вызывает сильную боль. Вы можете найти то положение, ширину, при которой у вас не будет болеть сустав, если он беспокоит. Лично у меня это чуть шире плеч. И подтягиваюсь я в укороченной амплитуде, не опускаясь полностью до конца. Тержа при этом локти четко внизу. Запомните, что залог любого упражнения на спину, это выполнение его локтями. Приведение локтя вниз, либо назад и сведение лопаток до хруста. Если у вас получается на всем протяжении движения держать лопатки вместе, это вообще идеально. Кстати, это отличный метод для тех, у кого отстает спина. Попробуйте снизить вес, но при этом на протяжении всего движения держите лопатки вместе. Вы удивитесь, насколько по-другому и насколько больше вы будете чувствовать свою спину именно широчайшие мышцы. Мне нравится тренироваться с другими парнями, особенно с про-атлетами, потому что они тренируются, а не занимаются ерундой, как большинство людей в фитнес-клубах. Вы не увидите, чтобы он болтал по телефону, либо делал что-то еще. Человек, как машина, четко, строго настроен на выполнение серьезной работы, сконцентрирован на работе. Поэтому, если вы хотите реально получать успех от своих тренировок, а вы помните, что я вам говорил, что любую тренировку нужно укладывать в 50 минут, не больше. Естественно, не считая время на разминку и заминку, то, болтая по телефону или с другими посетителями тренажерного зала, у вас это, естественно, не получится. Если вы нацелены серьезно прокачаться, то достаточно бывает 30-40 минут, чтобы уложиться в это время. Вот еще один из моих любимых тренажеров по типу Хаммер. Только здесь тоже, как вы видите, свободное движение кистей, потому что ручки позволяют нам находить то положение кистей, которое нам удобно. От прямого хвата до параллельного и обратного. У меня это что-то среднее между прямым и параллельным хватом. Именно в этом положении мои плечевые суставы не испытывают дискомфорта. Кстати, данное движение, так же, как и подтягивание, очень хорошо пробивает широчайшие мышцы. Но, естественно, все равно с подтягиваниями не такое другое упражнение, не сравнимо. В данном движении я могу поднимать большие веса, но, проведя тренировку с акселем, понял, что действительно не нужно использовать слишком больших весов, потому что теряется концентрация на работе мышц. Да, я могу выполнять, но мне приходится выполнять это в более силовом стиле, что ли. Приходится делать какие-то рывки. Ну, кто долго тренируется, понимает, о чем я говорю. Но мне уже скоро 41 год, и я стараюсь более качественно проводить тренировку именно с точки зрения концентрации на работе той мышцы, которую я прокачиваю. Веса немножечко меньше, но это и хорошо, потому что все-таки 40 лет, больше 20 лет стажа тренинга, суставы, сухожилия, связки, все испытывают перегрузки. Естественно, многие уже стерты, есть много болей, как вы знаете, но при грамотном тренинге можно и нужно тренироваться. А жизнь свою без тренинга я уже просто не представляю, тем более это опасно для моего здоровья. Сердце у меня уже как у тренированного атлета. Если я прекращу тренинг, то это только навредит мне. Старайтесь работать преимущественно со свободными весами и на турнике, и на брусьях. Строите свои тренировки именно от этого. Процентов 70 должно приходиться на штанги, гантели. Остальное время на тренажеры. Преимущественно старайтесь работать в тренажерах по типу Хаммер. Вот это рычажный тренажер по типу Хаммер фирмы Матрикс, который сейчас в принципе можно встретить практически во всех современных фитнес-центрах. Но если у вас нет такого тренажера, то тоже не расстраивайтесь. Можно работать и в блочных тренажерах. Самое главное понимать, насколько разный даст вам прогресс работа со свободными весами и работа на тренажерах. Вот еще один проатлет подошел. В нашем зале тренируется много проатлетов. Со многими я общаюсь. От многих стараюсь что-то брать и делиться с вами. Если у вас возникают какие-то вопросы, то не стесняйтесь, пишите их в комментариях к видео или в моей группе ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках. Единственная просьба, не пишите вопросы на сайте. На сайте можете оставлять только свои отзывы и пожелания, потому что мне неудобно отвечать на сайте, а здесь под видео на канале YouTube и во всех группах я вам отвечаю. Единственное что, смотрите еще, что практически 90% вопросов, которые вы задаете, на все у меня уже есть ответы в моих ранних видео и статьях. Будьте добры изучить их. Особенно для новичков. У меня есть статьи ступени, которые расписаны практически на два года тренинга. От первых шагов до уровня середнячок. Изучите их, и вы поймете, как правильно и грамотно влиться в это железное движение. И если будете идти по моим ступеням, то уже никогда не забросите тренинг. Кстати, у меня есть статьи и о мотивации. Почитайте о том, почему большинство бросает тренажерный зал. И по статистике, через год из 100 человек, пришедших в тренажерный зал, даже трое не остаются заниматься. Это важная и интересная информация. Причем она будет важна и с точки зрения физиологии, анатомии. И, конечно же, расскажет вам о важности техники выполнения упражнений. Аксель выполняет сейчас суперсет, который совмещает из себя два упражнения. Тягу горизонтального блока и тягу прямыми руками в кроссовере. Я не сторонник суперсетов, если они идут один за одним, потому что я не могу сосредоточиться тогда полностью на втором упражнении. Я за то, чтобы между упражнениями был как минимум 30-секундный перерыв. Вообще, я считаю, что упражнения, которые следуют одно за другим, только вредят нашему здоровью, нашему сердцу. И кроссфит в том виде, в котором он представлен, это самый настоящий вред убийства организма, убийства сердечной мышцы. Если вы думаете головой, думаете о будущем, о своем здоровье, никогда не занимайтесь кроссфитом в его классическом варианте, когда одно упражнение идет за одним, без промежутков отдыха. Хотите получать пользу от кроссфита? Тренируйтесь, но минимум 30 секунд отдыха между силовыми упражнениями. Это убережет ваше сердце от гипертрофии левого желудочка, которое нехорошо сказывается, мягко говоря, на нашем с вами здоровье. А вы помните, что 90% из вас забросят занятия, но если вы занимаетесь даже пару месяцев в кроссфит-зале по этим методикам, желудочек уже увеличится, и вы получите негатив для своего здоровья. Помните об этом всегда. Я люблю проводить тренировку спины отдельно от всех остальных других мышечных групп, потому что это большая мышечная группа, которая забирает на себя огромное количество сил, ментальных и физических. Единственное, я прокачиваю со спиной заднюю головку дельтоида. Мне это очень нравится, потому что кровь в мышцах спины, в широчайших, позволяет мне более качественно прочувствовать уже нагрузку именно в дельтоидах. И делаю я ее, как вы увидите чуть позже, в пэк-дэк. Обратный пэк-дэк называется выполнение упражнения. Концентрируйтесь на работе мышц. Но до того, как вы начнете думать о концентрации, помните о том, что вам нужно потратить полтора-два года на построение силового фундамента. Кто смотрит мои ролики, уже давно знает об этом. В журнале, в статьях ступеней я говорю об этом, описываю это. Настоятельно вам рекомендую ознакомиться. И есть рекомендации, когда вы будете знать, что вам можно переходить от одной ступени к другой. Первые года думайте только о росте силы. Сила – это основной приоритет для вас на первых годах тренинга. Потому что кто бы что ни говорил о том, что вес не важен, это полная чушь. Вес важен. И когда вы придете уже к тому, что будете думать и концентрироваться о работе мышц больше, чем о силовых показателях, эти самые силовые показатели ваши должны быть приличными. Потому что если нет разницы, то почему самые большие атлеты – самые сильные? Почему масса мышечная нас поражает у тех атлетов, кто работает с серьезными весами? Не слушайте людей, которые говорят чушь. Получая любую информацию, пытайтесь пропустить ее через себя. Подумайте, оцените ее с разной точки зрения, насколько она верна. Особенно, когда советы вам дает химик. Для химика, в принципе, вообще не важно, как тренироваться. Да, на самом деле, химик может тренироваться, как хочет, и мышцы будут расти. Даже если он не будет тренироваться, его мышцы все равно будут расти. Конечно, от хорошего, грамотного тренинга мышцы будут расти гораздо быстрее, гораздо сильнее. И сам процесс телостроительства будет лучше. Но это не так важно, как натуральному атлету. Потому что то, что работает для химика, не работает для натурала. Натурал должен думать о том, чтобы быть сильным, чтобы становиться сильнее. А только потом уже думать о том, чувствуете ли вы работающую мышцу. Как только вы достигнете определенного уровня силы, нужно переходить на метод периодизации. Когда вы будете тренировать гликолитические, окислительные, промежуточные мышечные волокна. Когда вы будете концентрироваться уже на работе мышц, именно работая на окислительные мышечные волокна. Почему? Потому что именно в этих мышцах и нужно доходить до отказа. Нужно четко ощущать работу мышц. Там как раз таки вес не важен, а важно время нахождения под нагрузкой. И промежуток времени между подходами. А если вы будете доходить до отказа, работая на мышечную массу и на силу, это не есть хорошо. Помните о том, что отказ убивает силу. Отказ и сила это две несопоставимые вещи. Пауэрлифтеры, стронгмены, никто не тренируется в отказ. Потому что они знают, что отказ убивает мощь и силу. Тренируются они совершенно в другом режиме. Тренинг на силу имеет тоже разные предпочтения. И только у меня есть 4-5 различных программ тренинга на силу. Все они описываются в моей закрытой группе, где на каждую новую неделю я пишу новую программу тренинга по принципу периодизации на каждое мышечное волокно. На гликолитические, на окислительные, на промежуточные. Мы тренируем выносливость. А помните о том, что выносливость это не тренировка сердца. Это глупости и мифы. Тренировка на выносливость это тренировка на мышцы. Да, на то, чтобы в наших мышечных волокнах и в быстрых и в медленных было как можно больше митохондрий. Митохондрии как раз таки это те печки, которые позволяют нам работать более продолжительно, более мощно, более долго. Лично я убедился на этом сам. Я, вы знаете, играю еще в хоккей в американской любительской лиге. И испытывал серьезные проблемы с выносливостью. Пока, благодаря профессору Виктору Силуянову, не понял причину и именно не осознал то, как нужно тренироваться на выносливость. После этого я могу отыграть и две игры подряд, не испытывая при этом сильной усталости в своих мышцах. Но я всю жизнь учился в спецклассе по футболу, где мы бегали, бегали, бегали. И никогда ни на грамм от бега моя выносливость не увеличилась. Это говорит о многом. Конечно, это только мой пример, но пример моих учеников тоже показывает, что когда мы тренируемся на выносливость именно относительно мышечных групп, чтобы в них было как можно больше митохондрий, тогда человек становится выносливее. И то, что медленные мышечные волокна не увеличиваются, это тоже миф. Те атлеты, кто использует в своих тренингах периодизацию, циклирование, прорабатывая все мышечные волокна, выглядят гораздо эстетичнее и мощнее. Возьмите того же Стаса Линдовера, который тоже показывает эффективность тренинга на окислительные мышечные волокна. Ну, называют это еще статодинамика. Статодинамика – это отличный вариант для тех, кто начинает тренировки в возрасте. Когда вы уже задумались о своем здоровье, а вам уже за 30, вы хотите пойти в тренажерный зал, лучший выход для вас – это статодинамика. Почему? Да все просто, потому что ваши мышцы, сухожилия, связки не готовы к тому, чтобы тягать железо. А статодинамика не требует от нас с вами использования больших весов. Реально, больших для всех. Там нужно небольшой вес, ограниченное количество времени на выполнение подхода от 30 секунд и столько же времени на отдых между подходами. При этом все движения выполняются медленно в ограниченном участке амплитуды. Это больше тяжело психологически. И ментальная концентрация повышается. Вы просто не представляете, насколько. При этом вы не насилуете свой опорно-связочный аппарат, не насилуете свою мускулатуру. И постепенно, постепенно занимаясь таким образом, вы придете уже к тому, что можно будет заниматься с более тяжелыми отягощениями. Ваши мышцы, связки подготовятся. Вы сами ментально к этому подготовитесь. Поэтому не важно, когда вы приходите в тренажерный зал. Важно прийти в зал и начать грамотно заниматься. Естественно, если вы начали бы заниматься в 20 лет, то выглядели бы сейчас лучше. Но придя в зал и в 30, и в 40, и в 50, и в 60 лет, вы можете улучшить свое здоровье, свое мироощущение, улучшить свою фигуру. Это факт, который подтверждается уже не одним человеком во всем мире. Поэтому не ищите для себя отговорок, причин, чтобы не заниматься. Находите возможности, создавайте возможности. Тогда вы будете прекрасно себя чувствовать, будете прогрессировать. Естественно, смотрите на все через призму сохранения и улучшения здоровья. Перед тем, как заняться в тренажерном зале, ознакомьтесь с тем, как это нужно сделать грамотно. Найдите человека, который вам поможет. Но убедитесь сначала в том, что человек понимает, о чем говорит. Потому что большинство инструкторов во всем мире сейчас, это продажники. Они на самом деле, многие тренироваться-то не знают как. Какое упражнение на какую группу мышц воздействует. Основная их задача, это подсадить клиента на постоянную иглу фитнеса. Чтобы вы платили, платили, платили за бесполезные программы тренировок, которые постоянно меняются. Чтобы вам втирали, что каждому нужно тренироваться отдельно по своей программе. Что на кого-то это действует, на кого-то это не действует. Это полная чушь. Все мы с точки зрения физиологии, биохимии одинаковые. И медицина это подтверждает. А вот таки к вопросу питания подходить нужно сугубо индивидуально. И здесь нужен грамотный специалист. Но опять-таки, таких специалистов в тренажерном зале еще меньше, чем самих инструкторов. Но благо сейчас очень много полезной информации. Ну и вредной, конечно, тоже в интернете. Но если вы взрослый, здравомыслящий человек, то чисто логическим путем умозаключения найдете ту информацию, которая действительно будет вам полезна. Если у вас будут какие-то вопросы, повторяюсь, пишите. Я на все отвечаю. Скоро я планирую сделать выпуск как раз-таки для тех, кому за 30, за 40, кто только начинает тренироваться. И кто уже тренируется давно, но в возрасте, как продолжать тренироваться. Это, конечно, очень важные темы. Их нужно озвучить. Всегда помните о рейтинге мышечных групп. И спина в этом рейтинге на первом месте. Найдите мое видео о лучшей статье и изучите их. Тогда поймете, почему спина занимает первое место в рейтинге мышечных групп. А все мышечные группы связаны между собой. И иметь большие дельты, большие грудные мышцы, не имея большой мощной спины, невозможно. Нельзя приседать с хорошими серьезными весами, которые будут давать вам отдачу. Для парней это в виде роста квадрицепсов, а для девчонок в виде роста ягодичных мышц без сильной мощной спины. А только приседаниями, девчонки, вы можете улучшить, изменить форму мышц. А форму мышц можно изменить только увеличив их. По-другому никак, потому что генетически она задана. И всегда помните о том, что спина в приоритете. Затем ноги, затем дельты, грудные руки. Только в таком варианте. Не забывайте, что чтобы выросли ваши руки на один сантиметр, вы должны прибавить как минимум 4 килограмма на все тело. Есть определенные законы. И если кто-то думает, что можно не приседать, не подтягиваться, не делать становых тяг, качать одни бицухи, они вырастут. Ну это просто дебилы. А вот таки мое любимейшее упражнение на заднюю дельту. Задняя дельта как раз таки позволяет всему плечу выглядеть более мощно. Именно задняя дельта задает мощь всему плечу, всей дельте. Насколько мощная задняя дельта, настолько мощно будут смотреться ваши дельты целиком. Да, визуально центральная дельта делает нас шире. Но чтобы это было видно и заметно, нужна задняя дельта. У меня есть большая статья, видео об этом. Изучите. И тогда вы поймете, что акцент в работе на дельты нужно делать на задний пучок. Что я и делаю. Единственное, упражнения должны быть безопасными. Наклоны с гантелями и отведение их в стороны не есть хороший выбор. Я вообще не рекомендую никого делать данное упражнение, потому что оно перегружает поясничный отдел позвоночника. Нам с вами это категорически следует избегать. Два моих любимых упражнения. Первое вы видите на экранах. А второе будет полезно, особенно натуралом. Это экстензии спины с одновременным отведением гантелей в стороны. Попробуйте делать его в день тренинга дельт. Те, кто не хочет приседать или делать становую перед этим. Это отличное гормоновыбрасывающее упражнение. Попробуйте его и вы его прочувствуете. Все мои ученики и парни и девушки, кто начал делать это движение, чувствуют его эффективность. Вы будете чувствовать, как заряжаетесь на работу, как гормоны выбрасываются в вашу кровь. А если кто-то до сих пор верит в то, что гормоны не важны, то посмотрите просто на химиков. Если гормоны не важны, то почему химики такие огромные? Думайте, ребята, всегда головой. Всегда, в первую очередь, что бы вы ни делали, не только в тренировках, но и по жизни. Потому что именно это будет давать вам результат. При сохранении здоровья, при сохранении денег, если это касается бизнеса, всегда нужно доверять своему внутреннему чутью. Но для этого, конечно же, необходимо включать и голову. Вы видите, у нас тоже было не очень много упражнений. На самом деле, для натурала я бы сократил. И я не делаю столько упражнений. Я делаю три, иногда максимум четыре упражнения. Спасибо Акселю. Увидимся, ребята, в тренажерном зале. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!